Ой, привет, друзья! Вот хочу вам показать, прям вот мечтаю, чтобы вы увидели так красиво вот там вдалеке. Вот видите, вот это вот черное облако? И прямо там такой дождь. Вот такие вот вертикальные черные струи, дождя. Видно на Мэйрлэнде сегодня. Видите? Так хочется, чтобы вы увидели. Вот знаете, это, конечно, может быть, конечно, ну, часто и многие видят, но вот это вот именно вот здесь вот сейчас, над морем, оно как-то грандиозно просто выглядит. Вы знаете, я вот сейчас опять возобновила свои прогулки со своей... Хочу рисовать акварелью. со своей палитрой. Потому что вы же представляете, какая красота, да? Наверное, уже много я вам чего показала. И можете представить, как это красиво. Хочется рисовать, я не знаю, фотографировать. Вот мне иной раз, вот кажется, вы знаете, когда я снимаю вам камерой, вот я хожу, я вижу такая прелесть. Ну, просто, понимаете, вот грандиозно, просто потрясающе. От восторга аж сердце замирает. Я включаю камеру вам показать. И вот я смотрю на экран этой камеры, вы знаете, ну вот все равно не показывает она вот всего вот этого великолепия. Я имею в виду вот именно природное вот такое, вот знаете, какие-то облака, какие-то закаты. Почему-то не показывает. Вот, например, радуга. Сколько раз я видела здесь радугу, и вы знаете, я пыталась вам ее снять на видео. И я потом приходила, я снимала, и я потом приходила домой, я начинала это все смотреть, чтобы вам выставить это все. И я вижу, что там этой радуги вообще абсолютно не видно. Или закат, допустим. Вот, друзья, как-то, конечно, грустно. А вообще, ну вот опять же, еще раз показываю вам вот это вот. Вот это грандиозное великолепие. Самое интересное, что это случилось буквально, вот вы знаете, за минуту. Потому что это я на пляже опять. И это 4 часа дня у нас всего лишь навсего. И светило солнце. Так ярко, так классно было. И я подумала, ну-ка я на пляж все-таки поеду. И я приехала на пляж. И я только вышла. Хорошо, что машина рядом, недалеко. Я только вышла, только расположилась. Вообще было не облачко. Никакого даже ничего не предвещало. И вдруг так мелко-мелко немножко закапал, закапал крупными каплями, как вы знаете, да? И потом вдруг вот как хлынул, как хлынул этот дождь. Ну и в общем-то конечно надо сказать, что странно, что его не было так долго этого дождя. Потому что, как я говорила, день дождя, здесь солнце. В Англии погода. Ну а тут прям у нас три дня было солнце. Все выходные было солнце. Ну и все-таки вот же природа все-таки взяла свое. Опять дождь хлынул. Да, Анда, вот что еще вам хочу сказать. Вот показываю вам этот отель. Наверняка вы помните и знаете. Много раз я показывала его. Мое любимое место гуляния. Вот что он стоял у нас пять лет пустой после того, как умерла пара, которая его держала. Пара англичан. И в конце концов вот он выставлен, был на продажу буквально. Вот вы знаете, наверное, и месяца не прошло. И там, я насколько знаю, его купили. Его купили. Ну, то есть ОФА, то есть предложение, там еще пока это все не до конца контракт заключен, но ОФА уже существует. И предложение было на полтора миллиона пунктов стерлингов вот за этот вот дом. И даже я как-то тут приехала, я же практически постоянно здесь бываю. Я приехала, смотрю, там открыто, там ходят люди, которые хотят это купить, все осматривают, дверь открыта. Я как авантюристка, вы знаете, побежала, зашла, думаю, покажу своим подписчикам отель внутри. Я зашла туда. Вот. Даже, кстати, спросила потом, когда зашла без спроса, а потом вышли люди, я спросила. Ну, они в этом плане очень позитивные, так скажем, да. Вот. И они меня, конечно, разрешили. А я стала снимать, что-то посмотрела, снимать-то там нечего, и там еще, к тому же, темно, и что-то все поломано, как-то некрасиво. Да и запах такой плесени ужасный, вы не представляете. И я, короче, не стала. Получилась у меня вот эта съемочка, которая заняла всего одну минуту, наверное, и мне, я не стала дальше снимать, я ушла. Вот. Поэтому не показала вам внутри. Может быть, когда он уже будет конкретно куплен, когда он уже будет приведен в порядок, этот отель, то мы с вами побываем там. Я думаю, что это будет гораздо интереснее. Ну, а я вот дальше опять гуляю сегодня. Опять наслаждаюсь вот этим вот великолепным полноводным шумом волн. Утром здесь не было воды, все выглядело по-другому. А вот сейчас полная вода опять, полный прилив. Она шумит. обалденно. Кстати, вот вы видите вот этот крабик, да? Вот этот крабик вам показываю. Я раньше очень расстраивалась, когда видела много таких крабиков на берегу. Думаю, мой боже, а почему же они погибают в крабике? Что случилось? Маленькие такие. Почему гибнут? Как оказалось, друзья, что это никто и не гибнет абсолютно, все в порядке. Просто это крабик каждый месяц меняет свой панцирь. Когда он растет, вот, ежемесячно, он сбрасывает свой старый панцирь, чтобы ему увеличиться в размерах, и он обретает новый, а, наверное, даже и как наш рак, я не знаю. Вот, и вот эти вот такие пустые здесь, вот эти вот крабовые панцири, они выбрасываются на берег. Их тут огромное количество. Вот, не больших, а вот именно маленьких, потому что крабики маленькие, когда растут, они меняют этот панцирь постоянно. Ну и вот тоже такой интересный момент, хочу вам сказать, о котором я не знала. Хотя я вроде как и юный натуралист. А у нас, хотя дождь и прекратился здесь, но вы видите вот это вот грандиозная, огромная туча черная, никуда не уходит. И вот эти вот струи, вертикальные черные струи дождя, это портсмасс весь залило у нас. Там у нас напротив портсмасс. Вот, и вы знаете, может быть в будущем, дай бог, будет желание, я поеду и вам покажу вот этот вот музей в портсмассе. Музей старинных кораблей. И музей Navy. Называется England Navy. Здесь даже у нас бывает английская королева, и вы знаете, даже было какой-то, какой-то раз, по-моему, год или два назад, даже не берусь сказать, я поехала туда со своими друзьями опять, я люблю быть вот это вот грандиозный музей. И туда приехала королева. И вы знаете, самое интересное, что я ее даже смогла увидеть очень-очень далеко. Она там вышла, она была в каком-то там в одном из зданий музея. Она вышла, она была там вокруг нее какая-то была охрана небольшая, но тем не менее ничего-то не было закрыто. Музей не был закрыт для посетителей, что очень странно. Представляете, королева прибыла в музей. И мы ходили, и те, кто знал, там ждали ее очень долго, кстати. Вот это считается вот то, что британцы отдают такие вот почести королеве, что они могут целый день прождать, если они знают, что она должна появиться. Вот. Это называется вот именно вот такая вот любовь к королевской семье. Вот то, что британцы именно хотят показать свою вот эту любовь к royal family. Вот. Ну и там британцы ждали, конечно, а я так нет. Я и знать не знала. Опять попала случайно вы знаете. Вот. И когда уже я там ходила-ходила-бродила, все поснимала, я выхожу в очередной раз из какого-то здания музея. Там очень много их всяких разных наиве этих музеев. И я смотрю вдалеке, все собрались, толпа, все улюлюкают и королева, королева, королева. Вдалеке, вдалеке. Интересно. Классно. Прикасаешься практически к истории. И, кстати, я даже была на судне Британия. Может быть, кто-то знает, слышал, да, что это такое, это любимый корабль английской королевы, который, в принципе, практически ее сопровождал всю ее жизнь, когда она была на престоле. И, в общем, он сейчас пришвартован, он сделан просто как музей этот корабль, он уже не действующий. Очень интересно все это там смотреть, все эти каюты. Вы знаете, все очень скромно, практически даже по-спартански, скажем так, вот для королей. И вот, опять же, возвращаясь к тому, что сейчас у нас в России вроде как много вот этих вот богатых, которые что-то пытаются там из себя, так сказать, что-то пытаются из себя там скорчить, да, господи, грубо. Ой, вот, но им очень-очень и очень далеко до всего этого, друзья, потому что, вы знаете, деньги это не главное в жизни. Просто купить и поставить золотой унитаз, как тот Брынсалов, я помню, заимел огромные деньги, не знал, куда их деть, там начал унитазы золотые ставить, и думает, что он попал в элиту, какой-то элитный класс, а никогда не бывало такого. Вот совсем другое оцениться, друзья. И вот еще хочу сказать, я не хочу как бы, знаете, уж совсем так охаивать и заплевывать российскую историю, русскую историю моей страны любимой России. Я просто хочу сказать, что крайне жаль, что как-то все это вот у нас прервалось когда-то, и мы перевели, извели, ну, не мы, а вот опять вот эта дурацкая привычка говорить мы, да, когда в общем-то это и не мы. Вот, извели все свое дворянство, всю свою белую кость, всех интеллигентов извели, революция, расстреляли, убили, большинство, какое-то меньшинство смогло спастись, как-то уехать по тем же городам Парижа. Это сейчас, в общем-то, бегут в Англию совсем по другим поводам, чтобы деньги там скрыть, чтобы все украсть, чтобы все стащить. А тогда было не так. Ну, не будем углубляться, друзья, ладно, я думаю, что я вам достаточно показала и рассказала, а сейчас я пойду дальше гулять, а свое для вас видео я закрываю. Всего вам доброго, увидимся, пока-пока!